Нам нужны деньги. Иди делай видео. Слушай, а может я просто заведу Ак в онлифансе и буду рекламить его в Твиттере, пользуясь туда превьюшки зацензуренные? Думаю, за фотки моей жопки мы бабла куда больше поднимем. Привет моим адекватным и абсолютно разумным подписчикам. Ну как вы там, а? Живы. Я вот жив и полон сил, причём настолько полон, что мешил. Раз уж я выплатил долг, поражаясь, кто надо в закрыт долги, и по другим незаконченным сериям роликов. А по вампирам ты тоже долго выплатишь, да? Как говорил великий мудрец, я интернет помню только если запомнил. А я же надеюсь, что вы запомнили мою серию роликов про халбу, которые очень грустно опорубались на весьма печальной ноте с намёком на серию роликов по порталу. А поскольку я человек слова и слово человека, прошу миловать и любовать Half-Life 2 эпизод 1. Игра, которую я буквально могу охарактеризовать как игры-кусок. В то время Valve очень знатно поднимала планку технологичности, причём поднимала куда быстрее, чем создавала игры. Поэтому ребята из Valve решили не тратить много времени на создание полноценной игры, а выпустить по фасту так называемый эпизод. Ибо если делать полноценную игру, то к моменту релиза, игра уже будет старая, как говно Льва Лещенко. По итогу, спустя два года после Хэйл 2 вышел первый эпизод. Что ж, и то ж, предлагаю с вами чекнуть, что же у них там вышло. Ибо очевидно, что мои зрители играют только с писюном. И ладно, если бы только со своим. Ставь лайк, если прошёл писюн на НГ с плюсом. Но сначала... Raid Shadow Legends! Господи, как же приятно произносить это название. Всему же давно известно, что Raid навсегда изменил облик игрового ведения, ибо это первая мобильная игра, которая через смартфон обеспечивает полноценный опыт консольного гейминга. Да-да, не удивляйтесь! Вот, допустим, я играю в Raid всё своё свободное время. У меня даже есть самый любимый легендарный герой, как, например, Эльф, Высший Белонор и Аббатисы из Священного Ордена. Белонор, клёвый челик с арбалетом, который такой... Моя работа — это очень мощно прописать ляпаса противнику, а потом спрятаться. Абатис такая... У меня красивая моделька, а потому я имба с ударением на И. В Raid только что случился релиз потрясающих новых функций для кланов. Есть совершенно новые квесты для вас и членов вашего клана, которые вы можете проходить вместе. Новые преимущества для каждого, кто просто стоит в клане. И даже совершенно новый магазин для кланов, который даёт вам доступ к некоторым невероятно мощным предметам. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 450 инсталлов. И за прогрессом вы, кстати, можете следить в описании под роликом. Так чего же вы ждёте? Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под видео или сканиру QR-код. Качай рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чонуру в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только в следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Как вы помните, оригинальная игра кончилась. А это же начинается, и начинается она нам... Скажите, доктор Фримен, если сможете. Вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. Пипец. Меня закибербулил компьютерный дед. В остальном же игроку разрабы прямым текстом говорят, да не умер он в конце лайфхалфа 2. Ибо в рот мне гонты украли Алекс и Фримена прямо из-под носа офисного работника категории G. Это мы еще посмотрим. Ииии, сюжет переносится к актуальным событиям. Нашего Фримена спасают из завала. Пес, кажется, я что-то нашла. Пес? А, точно. Господи, как же давно я выпускал ролик. Я уже просто успел забыть про этого бамблби порода ржавая борзая. О, а это же та бабища из мема. Ладно, я, разумеется, дурачусь. Всех этих членов полураспадной комедии я, конечно же, помню. Еще бы сейчас забыть весь этот хаос, что они устроили ранее. Вот к чему привели ваши действия. Город превратился в Донбасс. Я, пожалуй, прямо сейчас возьму и покончу со всем этим, дабы не приносить больше хаоса в этот мир. Алекс, дура, ты шо не уехал из Донбассу? Ну, не совсем. Что? Главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? Невероятно. Послушайте, вам нужно выбираться из города. Цитадель вот-вот взлетит на воздух. Взлетит, в этом нет сомнений. Алекс устраивает семейный дозвон с батей и лысичем в кляре. Итогом оказываются охи и ахи по поводу того, что башня скоро жахнет, а вместе с ней жахнется весь город, включая жителей невинных, ныне сидящих по подвалам и сараем в ожидании участи нехорошей. И все бы ничего, но было решено замедлить ядро башни. А точнее, отправить туда одного лоха в радиозащитном костюме. Нам надо войти внутрь. Да, внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс, это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. Че ты палишь? Че ты палишь, гнедовиарная? Че ты палишь? Не пойду я никуда. Я только из этой срани вырвался. Я хочу на море, Алекс. Хочу макнуть ножки в водичку и писюл сестри... Я не полезу в машину. Ты же знаешь, что с дороги приключений соскочить сложнее, чем с дорожки кокоса. Нет, Алекс? Нет. Нееет! Ну и чего мы добились? Отличный бросок, пес. А ты не флекси там, псиночугунная. Как... Как... А... А... А только не это... Нет, нет, пожалуйста, только не... Держись! Давай сойдем, пока его не понесло дальше. Мы чуть не сдохли. И это все, что ты можешь сказать? Ты буквально довела меня, продатого мужика, до момента, когда наш разговор буквально похож на мем между истеричкой и чадом. С этого момента, наконец-то, начинается полноценный геймплей. А мы же оказываемся в отрезке сюжета, который я именую... Приключения на заводе! Правда, ограничивается он буквально игрульками с гравипушкой. Зато нам удается лицезреть, в каком состоянии оказался тоннель после небольшого визита Фримана и Ко. Все разваливается, взрывается, пердит и умирает. Прямо как западные ценности. Ты живой. Сталкеры. Они нас не тронут, если мы их не тронем. Да этих сталкеров даже бояться не стоит. Вот если бы это были фанаты сталкера, то тогда да. Я однажды фразы «Чистое небо самое лучшее сталкать» чуть третью мировую не начал. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. А вот ты, фрейр, от колобка не убежишь! Че палишь, а? А? А, твою мать! Вот это неожиданность. Женщина, у тебя че, нервная система сплетена из меди? Ты бы хоть для приличия пугливого шептуна пустила! А дальше беда за бедой налетели, полицейских засосало в турбину цитадели. Иди первый. Вот, пожалуйста. Вообще, я стараюсь играть максимально канонично, так что все, что вы здесь увидели, Форман реально делал. Ты меня слушаешь? Алекс и Гай везде гласис оказываются в некой рубке связи, где наблюдают запись Бридна слезно на коленях просящего его отправить в отпуск на нормальное место, а не в Норильск. Блин? 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 Но мне нужна ваша помощь. Жизнь по ту сторону портала невозможна. Смените место назначение, я не смогу там выжить. Что за черт? Внезапно после этого под полом прокатывается шаурма, начинающая ментально гасить двух наших героев. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, нет, 5G-волны, бежим, а то нас начнет сексуально завлекать Иксбекс. Дабы игрок совсем себя беспомощным не ощущал, разрабы решили зарядить гравипушку силы Гарис Мода. Фраймен ныне снова может повелевать гравиполем людским и ловить с этого ихидные хихишки Ох, 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 ох Е, е, е АЛЕКС, ты чё, из тачанки стреляешь? В остальном же пока что происходит всё знакомое нам Убиваем полицейский сброд, мешаем так называемые головоломки И меня весьма удивляет, что подобное мне не наскучивает. Видимо, виной тому, что то тут, то там происходят зрелищные моменты, как, например, зарисовка омерикосы улетают из Афганистана. Пипец ты, как взламываешь. У тебя там какая-то звуковая отвертка из доктора что или как? Я понимаю, что подобные моменты Valve, видимо, решила опустить. Однако я вот лично каждый раз в шок впадаю, когда этот чувырл из двух секунд вместо Пентагон взламывает и у Колобков гендер меняет. Теперь ты девочка, считающая, что она мальчик, который влечёт к другим девочкам, считающим, что они мальчики, считающие то, что они девочки. Пиздец! Ну хоть от анимешных эльфа пацанчиков мне торчать можно? Конечно! Зачёт! Фримен, смотри, железка летит! Лол? Обожаю, что, несмотря на единственную у меня пушку, я всё равно могу продолжать устраивать ультра-насилие, включая у себя в голове подходящий музон. И, наконец-то, дуэт оказывается около ядра, которое надо бы стабилизировать именно Фримену, ибо он в особом защитном костюме, который, походу, вообще от всего защищает. Это чё, отсылка на Астартес, да? Конкретно тут Гордон с помощью непонятных технологий усмиряет ядро, ну и заодно снова геноцидит лют. Без всяких препятствий, кстати, тоже не обошлось. Ой-ой-ой, а-у-и, а-у-и, уа-а, воп, воп, у-ху, йи! Иху, украшение ядра строптивого завершено, правда, внезапно случается неожиданность. Пока ты был внизу, я залезла в их систему. Они действительно спланировали цепную реакцию, но не ради того, чтобы погубить цитадель. Оказывается, что дестабилизацию ядра устроили эти местные планетяне альянсерные, ибо энергии от катастрофок хватило бы, чтобы передать в тот тракторовый комбайновый мир некое важное сообщение. Что это за месседж? Я вообще, конечно же, хз. Но вот тот батя Гуталиновый хз не будет. И вот что ещё. Это Джузик. Смотри. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. О, это же та лярва. Она чё, на вахту в Колгуев поехала? Экстрим. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию. О, нет, на них напали вагнировцы. Эти двое потом валят надежды добежать до городского вокзала и свалить отсюда на паровозики чух-чухи. На самом деле удивительно, насколько порой я вообще без понятия, что тут вокруг происходит. Конечно же, в иных роликах я стараюсь максимально прочекать инфу в интернете, дабы составить в голове полную картину. Но конкретно с халфой я просто балдею, я ожидаю, что мне дальше скажут что-нибудь такое странное. Это приказ Израиля. В любом случае случается побег от Седова. Правда, случается достаточно быстро и неудачно. Боже мой. Соберись. Зато хоть видим очередную сценку под названием «Малолетний спермо-токсикозник увидел тяночку». Спасибо. Да-да, малолетние, Dead Insider и ТННщики, именно так бабы и чувствую себя после общения с вами. «Ничего не знаю, у меня гигачат на аватарке». «Погоди секунду». «Я...» «Дай перевести дыхание». «Окей». «Ну, всё не так просто, как я думала». «Теперь мы в одной лодке с остальными жителями». «Пешком и к вокзалу». Шутки шутками, а капец игра живая. Конечно, в плане эмоциональном. Я хзык, конечно же, почему так? И почему в наше время совсем малое количество игр способно выдавить из игрока хоть что-то? Мы в Ubisoft создаем игры, которые способны выдавить из жопы говно. И вот началась новая глава. Посвящена же она буквально одному. Подъему на поверхность. Нам даже оружие в руки дают, и всё бы ничего, но, разумеется, сюда засунули хэдкрабов, зомби и муравьиных и львов. Моё любимое. Собрали всё самое лучшее, так сказать, да? А ещё тут постоянно темно, как в чае полном заварке или же в жопе у смуглой татарки. «Что это? Чёрт побери». «Хм...» «Комбайны зомби». «Зо...» «Зо...» «Зомбайны». «Как тебе зомбайны? Дошло?» «Хм...» «Хм...» «О...кей». А вот мне бы за такие шутки уже давно бы рожу кирзачом разбили. «Перегись! У него граната!» «Перегись! У него граната!» «Перегись! У него граната!» «Это не зомбайны! Это джихбайны!» «О, нет, только где я тебе ухаю?» «Их и крабы!» «Фу, блядь!» «КТО МЯУКАЕТ?» «Хоте я признаю, что тот же Рейдман Холлен был чуть ли не шедевром во второй халфе, но сами такие секции с подобной шутью я приношу плохо. А потому сейчас буквально рад, что это заканчивается максимально быстро, быстро, и наждует, отбившись от полнечисти, смысленно свежий, пропёршенный городом воздух. И конкретно тут я ловлю кайфарик, ибо наконец-то начинается моя самая любимая часть, приключения в городе. Мне всегда очень нравился Сити-17 своей серостью и обречённостью с тёмной башней в центре. Я наслышан про всякие альфы-версии игры, поражающие своей более мрачной атмосферой, однако актуальная версия лично мне куда ближе, ибо в моей юности мой родной Стирлисранск выглядел абсолютно так же. Разве что вот таких штук у нас не было. Город ещё приятен тем, что тут хоть иногда встречаются люди, а сами битвы сопротив гуманоидов полноценны. Можно юзать оружие, из гравипушки играться, красота! А в той же башне Сур-Бри надрочить одну лишь гравипукалку нудно. Сверху! А тут, куда ни глянь, прикол и рофил. Я на этих качелях потратил час лишнего своей никчёмной жизни. Когда же ты меня допёрнул, что тут надо засунуть камень под доску, я чуть комп с огна не выбросил. Чё, Алекс, хочешь снайпером побыть? Я, конечно, не против, но твой пистоль Гатлинг был куда полезней в бою. Да убей ты их, дочь собаки! Не видишь, меня убивают! Обожаю лазить по шахтам, пока эта тропиха стоит там и ждёт. Небось рофлит надо мной втихарину, собака! Какие же тут иногда красивые кадры сами по себе. В этой игре есть что-то магическое. Всё ещё иронично, что самым первым роликом на моём канале был летсплей второй халвы, где я говорил, что игрок говно. Лель? Вау, у него ракетница. Теперь это моя ракетница. В какой-то веке игрок бросил нам в лицо больше знакомых персонажей, а конкретно старинную мишку Барни, по которому лично я уже даже успел соскучиться. Как казалось, пока мы тут усилили в цитадели, этот охранник тут с уцелевшими думал, как бы из города по пасту улепётнуть. И, само собой, идеи у них появились лишь сугубо после прихода наших мэйн-опёрсталов. А ещё Михаил Барни вернул в ладошки ту самую монтировку. Е-е-е-ей. Гордон, пока ты ещё здесь, мне надоело всюду её за собой таскать. Это последнее. Так что, не теряй её, ладно? Иди, Гордон. Она ждёт тебя. Провезло же, парни. В целом, план заключается в том, что мы отвлекаем злобных полицаев на себя, а народ по пасту бежит в сторону поезда. И, как бы сказано, сделано. Сложного было мало, ну, не считая битвы супротив вертолёта без пропеллера. Господи, да когда этот инопланетный Апачи уже сдохнет? Я не могу! Думаешь, ему конец? Вырежь ему на всякий случай монтировкой. Ну да, сдох. Да и в больнице было жутковато, особенно учитывая, что Альянс сюда скинул пару боеголовок с хэт-крабами на больницу. Господи. С возрастом начинаешь подмечать такие детали, и когда подмечаешь, как-то жутко становится. Это ж... Зачем? Зато пока мы отвлекали этих негодяев на себя, гражданские прошли. Правда, теперь мы ещё должны их через двор до вокзала довести. Буквально по волнам, раз за разом, ходка за ходкой. Небольшими группками через небольшой дворик. И при том, каждая ходка становится сложнее. Но и этого было мало. В который раз приходится брать на себя основной удар? Пока, парни. Удачи! До скорой встречи! Пока люди уезжают на поезде, мы в очередной раз отвлекаем на себя нечисть, махая палкой и кидая скалом. Сдохни, скотина длинноногая! Господи! Как же меня достала эта тварь! Наконец-то! Наша двойня заканчивает со всем этим ужасом. Они садятся на поезд и укатывают прочь. Поехали! Мы сумели, Гордон! Да, согласен, Алекс, наконец-то! Поехали! Мы сумели, Гордон! Да, Алекс, я не тупой. И вот они наблюдают за финалом данного эпизода. Боже мой! Началась трансляция! КОНЕЦ Возможно, вы тут спросите, мол, и это всё? Неужели эпизод был настолько коротким? Вообще, да. На момент выхода многие даже попугуртили с этого, особенно учитывая то, что цена была достаточно странная. Эпизод проходится за часа 2-3, хотя разрабы рассчитывали, что прохождение будет занимать часов 6 хотя бы. Я понимаю то, что, возможно, 6 часов можно заработать, если ты совсем будешь лупиться в каждый угол, рассматривать по 150 ламп, которая была у тебя как в детстве, да? Я, собственно говоря, так и проходил, но у меня всё равно 6 часов не накопилось. И поэтому, несмотря даже на шикарный сюжет и разные геймплейные приколюхи, на большинство вопросов со времён второй части ответов дано не было. Мало того, появилось ещё больше новых вопросов. И хоть лично я понимаю, что это эпизод первый, какой-то сатисфакции тут требовать не стоит, дальнейшие эпизоды, типа, будут выходить. Но вот игроки тогда задавались вполне одним, но весьма логичным вопросом. И это всё. Вы вот так берёте и просто внезапно заканчиваете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!